В сие время князь Черниговский, брат Всеволода Черного, разбил литовцев, которые искали добычу в его области. Но важнейшим успехом российского оружия было тогда освобождение Галича от иго чужеземцев. Кажется, что бывший князь Новогородский Мстислав, занимаясь в Киеве ратными приготовлениями, умел скрыть цель он их, по крайней мере, вельможи Андреевы, именем Коломана, господствовавшие на берегах Днестра, не взяли никаких мер для обороны и бежали в Венгрию, как скоро Мстислав приближился. Столь легкий успех не мог ослепить сего князя, он знал, что опасности и битвы впереди, что Андрей не уступит ему сыновнего королевства мирно и что победа должна решить судьбу онова. Тамошние граждане желали снова повиноваться Даниилу. Вопреки им Мстислав сел на троне Галичском, но в угождение народу выдал дочь свою Анну за сего Романова сына и хотел быть ему отцом. Старался также сохранить любовь герцога польского и не мешал ему владеть частью Западной России, ибо Лешко, передав Владимир сыновьям Романовым, занял Брест со многими другими наследственными их городами в окрестностях Буга. Напрасно Даниил жаловался тестью на хищность герцога. Мстислав ответствовал, «Лешко мой друг». Но когда неуступчивый Даниил осмелился искать управы силою, когда, выехав в поле собственную дружиною, отнял у ляхов все области российские, тогда оскорбленный герцог, считая Мстислава тайным наставником юного зятя, обвиняя того и другого в неблагодарности, в вероломстве, возобновил союз с Андреем Венгерским. «Отказываюсь от всякого участия в Галиции», — велел он сказать королю, — «пусть властвует вон и сын твой, и сгоним только россиян». Андрей не мог желать иного. Венгры и ляхи, вступив в галицкую землю, одержали победу над Дмитрием, воеводой Мстислава. Сам Коломан предводительствовал ими, и с удовольствием видел головы наших бояр, повергаемые к его ногам вместе с их золотыми цепями. Оставив зятя в Галичи, Мстислав удалился к пределам киевским. Неприятели осадили Даниила. Хотя сей юноша смелыми, счастливыми вылазками делал им много вреда, однако ж, исполняя повеление тестя, должен был, наконец, выйти из города, очистил себе путь мечом и за Днестром соединился с Мстиславом, который, обнив его как витязя достойного, в знак особенной дружбы подарил ему любимого своего коня и сказал «Храбрый князь, теперь иди в Владимир, я пойду за половцами, мы отмстим врагам, и стыд наш пойдет на них». Он сдержал слово. Союзники, венгры, ляхи, завоевав Галич, не дремали. Первые усилились новыми полками своими и богемскими, присланными Андреем Коломану, знаменитым воеводую Фильнием. Сей надменный барон изъявлял величайшее презрение к россиянам и часто говорил в пословицу «Один камень избивает множество глиняных сосудов». Острый меч, борзый конь и русь у моих ног. Ляхи непрестанными впадениями тревожили область Владимирскую. К счастью, Даниил успел заключить мир с князьями литовскими, жмутскими, латышскими и мог наемным их войском устрашить собственные владения Лешковы. Между тем, деятельный Мстислав изготовился и двинул рать свою усиленную половцами к берегам Днестра. Воевода Андреев, гордый Фильней, не хотев подвергнуть юного Коломана опасностям битвы, оставил его в укрепленном Галиче и ждал россиян в поле. Ляхи стояли на правом крыле, венгры и галичане на левом. Легкое войско их находилось впереди. Россияне показались, шли медленно и стройно, за ними половцы. Владимир Рюрикович предводительствовал одной участию войска, другой Мстислав, который вдруг, отделясь от полков, стал на высоком холме и долго смотрел на движение неприятелей, так что Владимир, встревоженный его отсутствием, велел с неудовольствием напомнить ему, сколь время дорого и сколь нужно действовать, не теряя оного. «Не забывай, — говорил он, — что ты военачальник, а не зритель. Твое бездействие может погубить нас. Мстислав съехал с холма и спешил оживить храбрость воинов именем Святого Креста, обещая им победу. Уже битва началась. Владимир не устоял против ляхов. Они гнали россиян, брали пленников, добычу, и древними песнями отцов своих торжествовали победу. Венгры, галичане также имели успех, и бедствие наших казалось совершенным. Но Мстислав в самое то время с отборную дружину и с половцами ударил в тыл неприятелю. Изумленные, расстроенные венгры падали мертвые целыми рядами. Сам предводитель их отдался в плен, и скоро ляхи к отчаянию своему увидели, что победа им изменила. Окруженные россиянами не могли спастись ни мужественную оборону, ни бегством, и все легли на месте. Одни половцы брали пленников, ловили коней, обнажали мертвых. Россияне, исполняя волю князя, старались только о совершенном истреблении неприятеля. Еще многие ляхи оставались назади, не ведали о гибели своих. И, видя издали государственное знамя польское, толпами стремились к коному. Но сие знамя с изображением белого орла развивалось уже в руках победителя. Они находили там смерть. Кровопролитие было ужасно. Вопль, стон несчастных жертв достигал до Галича. Трупы лежали кучами на пространстве необозримом. Россияне, торжествуя победу, все единодушно превозносили хвалами Мстислава Храброго, называя его по тогдашнему обыкновению «красным солнцем Отечества». Сей князь осадил Галич. Боясь измены граждан, ибо жители всех окрестных мест с радостью принимали Мстислава, венгры и ляхи выгнали их из крепости, чтобы обороняться до последней возможности. Но россияне, ночью сделав подкоп, вошли в город. Тогда Каламан заключился в укрепленном храме Богоматери и еще с гордостью отвергнул свидание, предложенное ему Мстиславом. Через несколько дней, изнуренные голодом и жаждою, венгры сдались. Князь Российский уже не хотел слышать о милосердии. Ему представили несчастного Каламана и юную супругу его в слезах, в глубокой горести. Он велел за крепкую стражу и отвезти их в Торческ. А баронов венгерских женами и детьми отдал как пленников своей дружине и половцам в награду за оказанное ими мужество. Только славный архиепископ Краковский, летописец Кодлубка, и канцлер польский Иван, бывшие в Галичи, успели заблаговременно спастись от него лебегством. Герцог Лешко воспрепятствовал Даниилу соединиться с тестем до битвы. Сей юноша, словолюбивый, успел только видеть свежие трофеи россиян на ее месте. Новейшие историки пишут, что гордый и счастливый Мстислав, торжествуя оною, принял на себя имя царя Галецкого, и что российские епископы венчали его золотым венцем Каламановым, доставшимся ему в руки. Андрей, король венгерский, был в отчаянии и немедленно отправил вельможа своего, именем Яроша, сказать Мстиславу, чтобы он прислал к нему сына и всех пленников, или скоро увидит в России многочисленное победоносное войско венгров. Мстислав не испугался угрозы, но хладнокровно ответствовал, что победа зависит от неба, что он ждет короля, надеясь с Божьей помощью смирить гордость его. Андрей, изнуренный тогда в силах походом иерусалимским, не имел желания воевать и прибегнул к доброходствующим ему боярам Галецким. Один из них, Судислав, плененный вместе с Каламаном, умев снискать особенную доверенность Мстислава, склонил его к миру, неожиданно выгодному для короля. Согласились, чтобы меньший сын Андреев, именем также Андрей, женился на дочери Мстислава, коей в приданное отец назначил спорную Галицию. Следственно, Мстислав освободил сию землю от иноплеменников, единственно для того, чтобы добровольно уступить им оную, взяв, может быть, только меры для безопасности церкви греческой. Не любя тамошних бояр мятежных и нелюбимый ими, он хотел сначала, как мы сказали, возвратить Галицию Даниилу, желаемому народом. Но хитрые вельможи, тайные друзья Венгрии, представили ему, что Даниил возьмет ее как наследственное достояние романовых детей, без всякой особенной признательности, и слетами, возрастая в силах честолюбия, не уважит благотворителя, а юный сын Андреев, всем обязанный милостить тестя, не дерзнет ни в чем его ослушаться, или в противном случае легко может быть лишен княжения. Мстислав более воин, нежели политик, принял мнение бояр и с радостью, назвав Андрея сватом, освободил Коломана. Брак отложили за малолетством жениха и невесты, с обеих сторон утвердив договор клятвами. Между тем, совесть Андреева находилась в затруднении, жених был прежде помолвлен на царевне Армянской, единственной наследнице родительского престола. Боясь греха, король требовал разрешения от папы Гонория III. Вероятно, что герцог Лешко также писал в Рим и жаловался папе на условия мира, заключенного венграми с россиянами, ибо Гонорий в 1222 году ответствовал Андрею, что Галиция принадлежит Коломану, зятю герцога польского, возведенному на ее трон апостольскую властью. Что обязательство несправедливое, вынужденное бедствием Коломановым, само собой уничтожается. Что малолетство жениха и невесты дает время отцам размыслить основательнее о выгодах или невыгодах такого союза, что надобно подождать и прочь. Однако же Андрей не хотел нарушить договора, и Мстислав через некоторое время отдал будущему зятю перемышль к неудовольствию жителей и герцога Лешко, который долженствовал, обманутый венграми, сам примириться с князьями российскими. Сей мир имел несчастные следствия для Александра, князя Бельского, взявшего в сторону венгров и ляхов во время их первого успеха. Даниил и Василька, озлобленные коварством Александра, омрачили добрую славу юности своей разорением окрестностей Бельза, где народ долго помнил оное и называл злою ночью. Ибо воины сыновей Романовых, свирепствуя там от заката до восхождения солнечного, не оставили камня на камне. Одну великодушие мстислава спасло Александра. Уважив ходатайство тестья, Даниил прекратил жестокое действие мщения и возвратился к матери, которая, видя его уже способного править землею, обуздывать вельмож, смирять неприятелей, удалилась от света в тишину монастырскую.